Я долго думал выкладывать это видео или нет, ну потому что у любителей яблочной продукции наверняка разорвет пуканы. Но я же с народом, друзья. Итак, в сегодняшнем видео я покажу вам лучшую копию наушников AirPods, которая существует на данный момент. Стало интересно? Тогда погнали. Всем салют, друзья. Вообще-то я против этой херни с копиями и репликами, но вы просили в комментах сделать обзор на i10-TWS. Просили? Выполняю. Но я заказал более приближенную к оригиналу новую улучшенную модель i12. Давайте скрывать и разбираться. 28 долларов, 10 дней посылочка у меня. Скромный карабас, название i12-TWS, True Wireless Stereo, смотрим на коробочке какая здесь инфа есть у нас, i12-NF i10, то есть 12 новая версия i10. Ну и здесь должны быть по идее характеристики, но здесь какая-то лабуда, что здесь есть в комплектации. Давайте будем открывать. Итак, что мы здесь видим? Сами наушники в такой вот пленочке. Зарядный кабель, он здесь у нас Lightning, так как они максимально приближенные к оригиналу. И мануальчик на английском и китайском языке. В принципе, наушники легко подключаются, поэтому он нам не нужен. Что мы здесь видим? Заклеено все пленочками. Вот они красавцы, прикольный миниатюрный кейс. И давайте я вам сейчас зачитаю быстренько ее технические характеристики. Моделька называется i12-TWS, Bluetooth версии 5.0, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч герц. Импенданс 32 Ом, вес одного наушника 4-5 грамм, емкость аккумулятора 60 мАч, емкость кейса 350 мАч. Время работы от одного заряда 3-4 часа, время режима ожидания 300 часов, время зарядки 1-1,5 часа. Ну что, владельцы AirPods, похож звук на оригинал? Это как раньше зажигал, как зипы открывали. Раз. Да. Звучит, прикольно. Это невероятно. Читал где-то, что сам пластик, который здесь используется, такой же самый, как на оригинальных наушниках. И я не удивлюсь, если их собирает рядом с той же линией, где собирают оригинальные наушники AirPods. Или вы думаете, ваши наушники собирают какие-то гламурные роботы? Да что ты, черт побери, такое несешь. Давайте их заведем и сделаем сопряжение. Для этого вынимаем оба наушника. Там что-то тетенька говорит на английском языке. И, как видите, здесь начинает моргать синий светодиод. Говорит о том, что они готовы к сопряжению. Берем наш телефончик. Активируем Bluetooth. И, по идее, сейчас они должны здесь появиться. Вот. AirBlue X. Не знаю, почему такое название. Смотрел тоже, у многих оно появляется. Если кто знает, напишите в комментариях. Нажимаем сопряжение. Опять же, тетенька сказала что-то на английском. И, как видим, здесь у нас надпись Connected. То есть, сопряжение делается довольно-таки легко. Ну и мне не терпится включить какой-нибудь трек. Нихуахуа! Блин, они реально громкие! Ну, ничего так. Если честно, я ожидал, что это будет намного хуже. Давайте сделаю погромче. Они реально орут. И звук, так, на первый взгляд, довольно-таки неплохой. Он чистый, нет никаких хрепов. Ну, нормально так. Я, в принципе, немножко сейчас под впечатлением. Чего, нормальный звук, достойный. Слушать можно. Естественно, эти наушники остаются у меня на длительное тестирование. Послушаю их где-то недельку. За это время они как раз прогреются. И звучат еще лучше. Ну, а потом вернусь и расскажу вам все в мельчайших подробностях о зарядке, качестве звука, удобстве ношения. Ну, в принципе, как обычно я делаю свои обзоры. Ну, а для вас начнется прямо сейчас монтаж. Итак, друзья, прошла неделя, я практически с ними не расставался, чтобы узнать максимальное количество информации, с которой я сейчас с вами поделюсь. В распаковке вы могли видеть процесс сопряжения. Для этого нужно достать левый наушник, потому что он является здесь главным. Включить Bluetooth, он там его найдет, нажать, сопряжение, но потом уже, когда мы вытаскиваем правый, то он коннектится к левому. И получается у нас пара. Ничего сложного нет. Ну, и в последующем они подключаются очень легко к телефону, как только мы их вытащим из кейса. Без всякого шаманства и танцев с бубном. Демонстрирую. Для этого включаем Bluetooth. Видим, что они не активны. Достаем левый, правый. И тетенька нам что-то там сказала по-английски. Все, как видим, они быстренько подключились к телефону. Также при установке наушников в кейс, они автоматически выключаются и становятся на зарядку. Демонстрирую. Все, они отключились. То есть все работает четко, как швейцарские часы. Также сами наушники можно включить и выключить принудительно. У них здесь сенсорное управление. И есть такие вот площадочки, на которых мы нажимаем пальцем и держим. Видели? Моргнул два раза светодиод. Это они отключились. И также они включаются при 5 секундном нажатии. Все, они включились и готовы к сопряжению. Также наушники отключаются автоматически, если 5 минут, они бездействуют. То есть не воспроизводится никакая музыка, либо вы отключили Bluetooth от телефона. Управлять ими очень просто. Одиночное нажатие на эту площадочку запускает плеер. Также одиночное нажатие останавливает его. Такие же действия можно произвести и с правым наушником. Двойное нажатие на левый наушник. Переключаем на следующий трек вперед. И двойное нажатие на правый наушник. На один трек назад. Также одиночным нажатием при поступлении входящего звонка мы можем принять этот звонок, завершить и двойное нажатие отклонить. Четыре быстрых нажатия на правый наушник. Мы можем сменить английский язык на китайский, хотя я не знаю, для чего это надо. Но, тем не менее, я должен об этом вам рассказать. Демонстрирую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну и если вам нужно сделать полный сброс, к примеру, они разорвали между собой соединение, либо они глюканули, или вы хотите их присоединить к другому телефону. Зажимаем на пять секунд и держим до мигания этих всяких тут светодиодов. Демонстрирую. Вот сейчас синие диоды мергают, потом красные. Пару раз. И после этого можно отпускать. Дальше мы их включаем. Также долгим нажатием. Все. И, как видим, левый наушник вошел в режим сопряжения. Теперь можно подсоединять к другому телефону. В этих наушниках никак не реализовано уменьшение, либо увеличение громкости. Да и, в принципе, как и в оригинальных AirPods. Но это можно сделать с помощью голосового помощника OK Google или Siri. Нажимаем на две секунды. Окей, Google. Запусти PowerAmp. Сделай звук тише. Хорошо. Установи будильник на 6 утра. Установка будильника. То есть таким способом можно управлять громкостью и другими функциями через голосового помощника. Но, если честно, для меня это спорный вопрос, что касается сенсорного управления. Я больше привык к кнопочному. Как реализовано вот в этих наушниках QCI-T1. Знаете, когда нажимаете на кнопку, вы реально чувствуете, нажали бы ее или нет. Здесь же берете в руки, например, и... Вот, все, музыка запустилась, да? Потом бывает, что вы там чуть-чуть подержите какое-то время. Все, они отключились. То есть у нее очень много ложных срабатываний. Конечно, это дело привычки. Со временем я приноровился. Но, тем не менее, вы совершаете очень много ошибок и лишних движений. У этих наушников, в отличие от i10, есть прикольная фишка. Они могут работать по отдельности. То есть их по отдельности можно использовать на различных устройствах. В качестве второго устройства я буду использовать свои смарт-часы LEMFO LEM7. Берем правое наушник, так как левый уже приконектен к этому телефону. Включаем его. Все, он включился. И, как видим, у него моргает голубой светодиод, говорящий о том, что он готов к сопряжению. Берем наши часики, заходим в меню Bluetooth. Включаем его. И, как видим, он быстро его находит. AirBlue X. Пробуем сделать сопряжение. Все, он подключился. Connected. Пробуем что-нибудь воспроизвести. Нажимаем на воспроизведение. И, как видим, наушник отлично воспроизводит музыку. Также берем наш телефончик. Заходим в меню Bluetooth. Включаем левый наушник. Сопряжение произошло удачно. Включаем музыку. Как видим, это очень интересная фишка. Мы можем эти наушники использовать по отдельности. Многие спрашивают, можно ли использовать Bluetooth наушники как гарнитуру. Например, у меня в этих QCI, которые я делал обзоры ранее, ну так скажем, звук на восьмерочку. То есть, человек вас слышит хорошо. Я слышу из обеих наушников, то есть идет стереозвук. В этих также есть стереозвук. Вы слушаете собеседника как и в правом, так и в левом наушнике. Но, что касается микрофона, здесь он полный отстой. Да, по нему можно разговаривать и то, когда вокруг вас тишина. Но собеседник вас слышит, если коротко сказать, как будто ты сел покакать, а тебе зажали нос и в это время тебе позвонил телефон. А ответить надо. Вот так вот коротко можно рассказать о качестве этого микрофона. Но, в принципе, в большинстве китайских наушников ТВС хромает везде качество микрофона. Поэтому использовать этот микрофон можно только в крайних случаях, когда вот уже вам позарез надо позвонить и другого выхода нет. Что касается внешнего сходства, удобства и качества материалов. Я специально сходил в магазин Apple и взял с собой эти наушники, чтобы сравнить их, насколько они схожи. Так, эта модель i12, процент схожести во многом превышает модель i10. Вы можете посмотреть, я вам сейчас покажу. Они похожи как две капли воды. Даже зарядный порт здесь Lightning, а не Type-C. И здесь нету этих светодиодов, как в i10. Сами наушники также в 100% повторяют дизайн, форму и размер оригинальных AirPods. Вот я вам сейчас покажу. Даже точки здесь нанесены. Естественно, они фейковые. Оригинальным AirPods это датчик приближения. А так, по качеству изготовления, в принципе, придраться я могу только к крышечке. Она здесь немножко люфтит, но здесь очень мощный магнит. Демонстрирую. Вот, я только наклоняю чуть-чуть. И он очень легко примагничивается. Также наушники отлично держатся в самом кейсе. Они оттуда не выпадают. Вот я специально трясу. Все четко. С этим проблем здесь нет. Как поступили в компании AirPods. Они взяли определенное количество людей, исследовали ушную раковину, отверстие. В общем, все то место, где этот наушник прилегает. И в итоге получилась вот такая вот эргономичная форма. Но, это если у вас правильные уши. А бывают люди, у которых чуть меньше размер, так скажем, ушей. Бывает у кого-то больше. И, соответственно, они не могут удобно лежать у 100% количества человек. Поэтому, если вы обладаете нестандартным размером ушей, то, ребят, вам не повезло. Звука вы отсюда хорошего не услышите. В отличие от внутриканальных наушников, в которых есть амбушюра. И более-менее можно подобрать размер, и все с этим будет в порядке. На мой взгляд, это такой вот маленький минус, о котором умалчивают все владельцы AirPods. Также, сам форм-фактор этих наушников говорит о том, что у вас не будет полной шумоизоляции. Вы будете слышать, как рядом с вами, например, в самолете плачет ребенок, рев турбин. А также люди будут слышать ту музыку, которая на данный момент у вас воспроизводится в плеере. То есть, опять же, я не знаю, это с одной стороны хорошо. В том плане, что вас не собьет машина, и вы услышите, как она на вас летит. А с другой стороны, опять же, плохая шумоизоляция. Соответственно, я считаю, что потеря в качестве звука. Поговорим о автономности этих наушников. Если звук выкрутить на 50%, а этого, поверьте мне, достаточно, то ваши наушники проживут от одного заряда около 3,5 часов. И что самое интересное, после того, как сядет левый наушник, а он здесь главный, то правый можно будет еще послушать целый час. В принципе, это такая особенность всех Bluetooth наушников. Потому что главный наушник потребляет больше энергии. Когда останется 10% заряда, здесь начнет моргать красный светодиод, а тетенька красивым сексуальным голосом скажет вам, что осталось 10% заряда. Сами наушники заряжаются в кейсе в течение одного часа. И когда вы их ложите в кейс, то здесь загораются красные светодиоды. Сам кейс может подзарядить эти наушники от 3 до 4 раз. В зависимости, в каком состоянии вы сюда их положите. Я протестировал емкость аккумулятора своим тестером. И такой результат он выдался. Смотрим на скриншот. Насколько заряжены ваши наушники, можно проконтролировать. Если у вас версия Bluetooth 4.2 и выше. Вот здесь вот значок, есть такой Bluetooth. И рядом вы будете видеть такие деления. Но у меня здесь 4.0, поэтому он здесь не отображается. Но есть решение. Вот такое вот приложение, которое называется BAT-ON. Устанавливайте его, оно много не весит. Контролирует остаточный заряд в процентах любых Bluetooth наушников. И что мне здесь понравилось, чего нету в моих QCI. Здесь можно узнать, сколько процентов осталось заряда в самом кейсе. Видим здесь такое маленькое отверстие. И при нажатии на эту кнопку сзади, мы запускаем как бы систему диагностики. И считаем количество моргания светодиода. Четыре. Раз, два, три, четыре. Это означает, что он заряжен на 100%. Когда будет моргать три раза, это 75%. Два, 50%. И один раз 25%. Это очень круто. Так как, например, я вот своих наушников никак не могу знать, насколько заряжен сам кейс. И вот когда вам нужно подзарядить, срочно раз, в этот момент кейс разрядился. И все, облом. Ну и постепенно перебрались к самому главному, самому интересному. Это качество звучания. Сразу забегая наперед, скажу, что не стоит ждать супер-пупер звука. Так как из-за этого форм-фактора не получается вакуумный эффект. И, соответственно, басы здесь не такие четкие и хлесткие, как в QCI. Но, если взять хорошенько так вот, вставить их в ухо и нажать сюда, чтобы они зашли поглубже, действительно, они начинают звучать намного лучше. Но, опять же, говорю, что это обусловлено форм-фактором строения вашего уха. Это для каждого человека индивидуально. Например, я вставлял в свои уши, и, в принципе, звук я могу оценить на восьмерочку, так скажем, 7 с минусом. Когда я давал тестировать их своему другу, а у него уши, так скажем, чуть меньше, все, они нормально не ложились, и ему казалось, что звук здесь не очень хороший. Поэтому ситуация такая. Если вышли ушами, то у вас будет хороший звук. Еще мне не хватило здесь высоких частот. Я очень люблю слушать, когда задраны высокие частоты. Но, опять же, это можно чуть-чуть исправить все дело эколайзером. Светник здесь хватает. В принципе, объем на звучание есть. Отличный серия эффект. По сути дела, они звучат настолько, сколько они стоят. И я и не сильно, так скажем, впечатлен, но и не сильно огорчен. Еще многое зависит от того, насколько вы разбалованы хорошими гаджетами в плане звучания. Если вы слушали какие-нибудь наушники за 300 долларов, если вы меломан, то, естественно, вам они не зайдут. И еще я хотел бы сказать, что наушники действительно очень громкие. Они где-то на 25% громче, чем QCI. Мне QCI хватало с головой, а эти больше 70% громкости звука я слушать не могу. Даже на 50% уже где-то через полчаса хочется убавить звук. Звучат громко и на самой максимальной громкости они не хрипят и не запирают. Что касается качества беспроводного соединения. Вот здесь они реально меня удивили. У меня дома очень толстые стены и трехкомнатная квартира. Вот в пределах дома я совершенно не наблюдал никакого обрыва связи. Даже за двумя толстенными стенами, где расстояние где-то 10 метров, идет очень уверенный прием сигнала. Ну а для того, чтобы протестировать на открытой видимости и максимальном расстоянии, давайте выйдем на улицу и посмотрим. Итак, друзья, я вышел на улицу, чтобы протестировать качество Bluetooth соединения на максимальной дистанции. Запускаем плеер. И пошли. Раз, два, три. 57 метров, но у меня уже нет куда дальше идти И вот как видим, там я далеке оставил свой телефон Наушники играют Блин, друзья, это бомба Действительно очень крутое качество Bluetooth соединения Ну на этом видео я свое буду заканчивать И в заключение хочу подытожить Что в совокупности получились в принципе не стыдные наушники Неплохая замена Но вы понимаете, друзья, что я никого не хочу переубедить Нравится вам оригинальный AirPods, идите покупайте Но есть много людей, которые не готовы платить 200 долларов И они хотят иметь там, ну я не знаю, подобие этих наушников Которые стоят всего 25 баксов И за эти деньги они предлагают в принципе неплохое качество И набор функционала И если оценивать их по десятибалльной системе, по категориям То первое, звук это будет семерка Качество изготовления восьмерочка Автономность семерка Как гарнитура шестерка Качество Bluetooth соединения твердая девятка Понты, ребята, десятка Друзья вам будут завидовать, но себя не обманешь Всем спасибо за просмотр Ссылочки на них будут, как всегда, внизу в описании Не забывайте поставить лайк Подписаться на канал Включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Покупайте с умом Удачи и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok